Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я покажу вам, как я готовлю заварную творожную паску в порционном формате. Очень вкусную, нежную и ароматную. Без использования специальных и достаточно дорогих кормочек и без особых усилий. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению творожной паски вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, нам понадобится 1 килограмм творога. Естественно, лучше всего использовать жирный домашний творог, из которого получается самая вкусная паска. Но подойдет и магазинный. Просто нужно отдать предпочтение максимально жирному творогу. Если у вас творог такой же, как у меня, то есть зернистый, то его нужно пробить блендером до пастообразного состояния. Или, что еще лучше, протереть через сито. Теперь нам нужно добавить к творогу 300 грамм сметаны. Опять-таки, лучше всего домашней. А если будете использовать магазинную, то выбирайте сметану не ниже 15% жирности. Сюда же добавляем 160 грамм сахара. С этим количеством сахара получается умеренно сладкие паски. Соответственно, если вы любите сладкие, то сахара можно добавить больше. Я еще раз пробиваю блендером творожную массу, чтобы не только все перемешать, но и лишний раз пюрировать сам творог. Если вы будете перетирать творог через сито, то массу можно просто хорошо перемешать. Отставляем пока творожную массу в сторону. Берем 8 яиц и отделяем желтки от белков. Белки нам больше не понадобятся, а вот желтки нужно добавить творожную массу. И еще раз хорошо все перемешать. Я это снова делаю погружным блендером, но можно и просто перемешать лопаткой. Также нам понадобится 200 грамм сливочного масла жирностью не менее 82%. Нам его нужно растопить, а затем отставить в сторону, чтобы оно немного остыло. Ну а пока займемся сухофруктами. Естественно, предварительно помытыми. Я сегодня буду использовать 100 грамм вяленой клюквы, которую можно смело заменить вяленой же вишней. И 100 грамм изюма. Желательно использовать изюм без косточек, либо предварительно их удалить. С клюквой и изюмом мы больше ничего делать не будем, поэтому сразу же добавляем их в дорожную массу. Также я буду использовать 100 грамм чернослива, 100 грамм кураги. И очень рекомендую добавить не меньше 100 грамм вяленого кунквата, который придаст творожной пасхе особую пикантность, неповторимый вкус и аромат. Вот эти сухофрукты нам нужно нарезать на небольшие кусочки. Желательно, чтобы кусочки получились такого же размера, как изюм с клюквой. Естественно, вы можете использовать любые другие сухофрукты, например, сушеный ананас или манго, финики или вяленый инжир. А еще в творожную пасху можно добавить измельченные орехи, например, миндаль, фисташки или арахис. Обращаю ваше внимание, что в кунквате имеется достаточно большое количество косточек, которые желательно удалить. Измельченные чернослив курагу и кункват также добавляем творожную массу и очень хорошо все перемешиваем. Теперь добавляем в творожную массу уже остывшее сливочное масло и перемешиваем массу до тех пор, пока масло полностью не впитается. Перекладываем подготовленную основу творожной пасхи в кастрюлю с толстым дном. И отправляем ее на средний огонь. Здесь нам нужно, постоянно помешивая, нагреть творожную массу до 60-70 градусов. У меня на это уходит, как правило, около 10 минут. Если у вас термометра нет, то вы можете ориентироваться на внешние признаки. Во-первых, должен появиться отчетливый запах творога. Во-вторых, масса станет более жидкой. А в-третьих, над творогом должен начать образовываться пар. То есть, нагревать творог нужно до первого парения. Как только увидели, что начал появляться пар, сразу же снимаем творожную массу с огня. Для формирования порционных пасочек я использую вот такие пластиковые стаканы, в которых предварительно прожгла небольшие отверстия. Также я использую вот такие заготовки из пенопласта, которые будут выполнять функции своеобразных крышек. Итак, берем одну формочку, выстилаем ее изнутри сложенной вдвое марлей и заполняем по самые края творожной массой. Заворачиваем края марли крест-накрест таким образом, чтобы все края свисали по бокам формы. И слегка придавливаем массу рукой сверху. Точно так же заполняем все остальные формочки. Кстати, эти самодельные формочки я использую уже на протяжении нескольких лет. Как вы видите, через отверстие уже начала вытекать сыворотка. Именно поэтому я очень рекомендую подставлять под формочки тарелку. Когда все формы заполнены творожной массой, нужно взять достаточно большую емкость, в которую поместятся все будущие пасочки. На дно емкости устанавливаем решетку или, за ее неимением, выкладываем деревянные шпажки. Они позволят нам установить форму на небольшом расстоянии от дна, на котором будет скапливаться выделившаяся из творожной массы сыворотка. Устанавливаем формочки из творожной массы на шпажки или решетку. Посмотрите, сколько сыворотки осталось в тарелке, на которой некоторое время стояли формочки. Ее, кстати, можно использовать для приготовления блинчиков или сдобной выпечки. Накрываем каждую формочку импровизированной крышечкой из пенопласта. Они нужны для того, чтобы равномерно распределить груз по всей поверхности каждой пасочки. Сверху на пенопластовые крышки устанавливаем груз. У меня это достаточно тяжелая стеклянная форма. И отправляем всю эту конструкцию в холодильник как минимум на 12 часов. А тем временем можно приготовить печенье, которое мы будем использовать в качестве съедобной подложки для наших пасочек. Для этого нам понадобится 100 г муки, небольшую часть которой можно заменить крахмалом. 25 г сахарной пудры. Можно взять и сахар, но с пудрой лично мне печенье нравится больше. 1 пакетик ванильного сахара, но это не обязательно. Цедра одного апельсина. Опять-таки, ее использовать не обязательно. Но, на мой взгляд, аналогично продолжает цитрусовую линию, которая у нас началась с добавлением кумквата. И половина чайной ложки разрыхлителя или, как в моем случае, аммония. Слегка перемешиваем все сухие ингредиенты. И берем 65 г сливочного масла или маргарина. Нам его нужно сначала растопить. А затем добавить к сухим ингредиентам. Теперь просто замешиваем очень мягкое тесто. Долго вымешивать не нужно. Как только удалось собрать тесто в комок, все, останавливаемся. Заворачиваем тесто в пленку и отправляем его в холодильник как минимум на 30 минут, чтобы оно хорошо охладилось. Затем достаем охлажденное тесто. Выкладываем его между двумя листами пергаментной бумаги и раскатываем в тонкий пласт. Толщина пласта должна получиться около 2-3 мм. Вырезаем круглые печенюшки диаметром, соответствующие размером формочек. И выкладываем получившиеся заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправляем заготовки печенья в духовку, разогретую до 150-160 градусов, где они будут выпекаться на протяжении 10-15 минут. Я немного передержала свои печенья, поэтому они у меня получились вот такими загоревшими. Но менее вкусными они от этого не стали. Оставляем печенье остывать и ждать, пока не подойдет время доставать творожные паски. У меня паски стояли в холодильнике больше суток, поэтому можно их доставать и работать дальше. Кстати, как вы видите, за время проведенной в холодильнике из пасочек выделилось еще достаточно много сыворотки, которая уже даже успела высохнуть. Но вернемся к творожным паскам. Достаем пасочку из формы, снимаем с нее марлю. На более широкую часть выкладываем печенюшку и переворачиваем пасочку более узкой и закругленной стороной вверх. И получаем вот такую небольшую порционную творожную паску, которую как раз хватает на одну порцию. Каждую пасочку я, как правило, заворачиваю в пищевую пленку и храню либо в холодильнике, если они готовились накануне праздника Пасхи, либо в морозильной камере, если я готовила их заранее. В таком формате пасочки очень удобно не только хранить, но и дарить своим родным и близким. Ну и конечно же, творожные пасочки можно и нужно украсить. Я для этого чаще всего использую уже готовые сахарные украшения. Но можно использовать и кокосовую стружку, и традиционную посыпку, и сухофрукты, и орешки, и безешки. В общем, все, что вам подскажет ваша фантазия. Нежная, ароматная и очень вкусная творожная паска по этому рецепту наверняка станет главной изюминкой праздничного стола. Ее по достоинству оценят не только взрослые, но и дети, которым обязательно понравится как сама творожная пасочка, так и печенье-подложка. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И конечно же подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!